Недолив топлива является одним из распространенных нарушений на автозаправках. Как обстоит дело с этим, у нас в городе выясняла генеральная прокуратура. Комитет стандартизации метрологии совместно с сотрудниками ООБ МВД провели проверку топлива раздаточных колонок в разных концах города. Они заливали бензин в специальный аппарат «Мерник», который выявляет, обманывают ли покупатели во время заправки топлива. 8 градусов температура бензина. И мы сейчас настроим «Мерник» на 8 градусов. И показывает, что колонка отпускает ровно 10 литров. Не обманывай. Не обманывай. Опытный водитель заподозрит, что ему не далили топлива в бак, но доказать он этого не сможет. Бывает такое, что когда птиц заправляешь, то слишком быстро цифры падают. Несмотря на немалый выбор автозаправок, водители все же предпочитают те, которые проверены временем и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Поэтому постоянно заправляются на одном и том же АЗС. Хотя водители доверяют своим автозаправкам, все же им было интересно, какими будут результаты проверки. Некоторые АЗС были заподозрены в нечистоплотном ведении бизнеса. Но хозяева утверждают, что они не подозревали о неполадке топливораздаточной колонки. «Нарушение только в одном объекте выявлено. И предписано устранить на нарушение немедленно. Погрешность поверяемой дозы составила в пределах 200 грамм или 250. И в остальных все погрешности в пределах нормы топливно-раздаточных колонок и счетчиков жидких нефтепродуктов». После того, как проверка выявила погрешность в работе топливной колонки, было дано предписание устранить неполадку в кратчайшие сроки, либо выплатить штраф. Но в обязательном порядке необходимо приостановить работу во избежание нового штрафа. Ирина Битева, Заур-Стайф, информационный выпуск сегодня.